В пятнадцатой главе «Голодных игр», которая в русской версии, в русском переводе является двенадцатой главой, происходят довольно-таки интересные события, которые, тем не менее, нужно смочь распознать. Во-первых, это борьба, Китнис, со своими страхами. Откуда вдруг они взялись? В прошлой главе мы видели, как Китнис была атакована малым числом ОС, трекер-джекеров. Всего три укуса она получила, и тем не менее, она была отравлена этим ядом. И сейчас с ней происходит что-то, что она описывает как что-то нечто страшное, нечто ужасное. Хотя до нас это почему-то не доходит. Мы не можем окончательно, вот так, всецело воспринять этот страх. Почему? Наверное, потому что мы не представляем, что это такое видеть свои страхи и понимать, что они одолевают тебя. Примерно такая глава есть по силе воздействия. Есть в Хоббите. Почему-то мне вот показалось, что вот в Хоббите глава, повествующая о том, как гномы с Бильбо Бэггинсом идут по этому лесу темному. И они впадают, в фильме они все впадают, вот такое, какое-то такое забытие в безумие, а там бомба был, по-моему. Одним словом, вот эта атмосфера, в которой они попадают в лесу, она чем-то напоминает мне, хотя по силе, конечно, это совершенно другое, по силе воздействия на психику. Чем-то напоминает то состояние, в котором сейчас находится китнись. Она где-то у себя, вот там, в своем вот этом мире, полным ее страхов. И мы ничего не можем сделать. Если мы попробуем что-то сделать, ей будет еще хуже. Потому что к ее, вот этим страхам, которые она переживает, еще добавляется то, что она видит. И она не может отличить реальность от вымысла. Реальное или нереальное. И вот она не может отличить. Она сейчас в этом состоянии. Слова, я проваливаюсь в бесконечный кошмар, прерываемый минутами еще более страшного полубодрствования. Нам, может, ничего не говорят. Восприятие ее страха, переживания, которое описано одним параграфом, всего лишь. Оно всецело зависит от нас. От того, насколько мы поверим ей. Насколько мы сможем представить. Может, она сама не может описать то, что с ней происходит. Это довольно-таки серьезное происшествие, которое случилось с ней. И она мучается. Страшное мучение. Она видит перед собой страх, который я зачитаю. Все самое жуткое, что случилось или еще может случиться со мной и с теми, кто мне дорог, предстает в таких ярких образах, что невозможно не поверить в их реальность. Вот понять эту строчку надо, и уже становится страшно. Очнувшись от одного видения, я не успеваю подумать. Наконец-то закончилось. Как подступает следующее? Не менее мучительно. Сколько раз я видела смерть Прим? Была рядом с отцом в последние его минуты. Чувствовала, как мое тело разрывается на части. В этом особенность яда, ос-убийц, он безошибочно находит, где в твоем мозге гнездится страх. А если мы не в состоянии поставить перед собой свой страх, обличить его, определить и, можно сказать, осязать, мы не сможем воздействовать на него. И этот страх будет нас мучить бесконечно. Так или иначе, она выпутывается из этого состояния и начинает постепенно приходить в себя. И она словно боится пробудить новый приступ галлюцинации, очень медленно вытягивает руки, ноги. Из-за этого состояния эмбрионного она пытается как-то сесть. Она осматривает вокруг себя, она приближает к себе ладонь, видя, что там муравьев уже нет. Оранжевые пузыри, на которые она упала, это просто падшие, павшие листья, мертвые, опавшие листья. Одежда вся мокрая, дождь, рассает или пот, не знает. Она способна лишь пить мелкими глотками воду из бутылки и смотреть, как по ветке жимолости ползет жук. Она медленно приходит в себя. Наверное, она понимает, что если ей от трех укусов вот так плохо, то что будет с теми? Вообще они есть или нет? Наверное, поэтому она не пытается сейчас встать и убежать куда-то, пока до этого не дошло. И ей сейчас надо понять, что она будет делать. Она начинает думать. Если те выжили, где они сейчас, эта диадема точно не выжила. Девушка из четвертого точно не выжила. Успела ли убежать Рута, интересно. И что там с парнями? Там из первого, из второго, да, еще Бита есть. Она там берет какой-то цветок жимолости в рот, начинает жевать. И на ум приходит разговор с Гейлом о возможности побега и жизни в лесу. А ведь мы смогли бы, как ты думаешь, что? Что? Уйти из дистриста, сбежать, жить в лесу. Я думаю, мы бы справились. И вдруг в этот момент она ловит себя на том, что она почему-то думает о Пите. Пита? Он спас ей жизнь, да? Но если это так, то зачем? Может быть, все-таки он опять какую-то свою многоходовку делает? И тот не дает ей это покоя. Если он спас, то, наверное, должна быть какая-то выгода. Может, опять он продолжает эту тему влюбленного играть? Или он защищал меня? Если защищал, тогда почему он связался с профи? Все это ей кажется нелогичным. Даже то, что мы видим и понимаем, что очень даже логично. Но ей нет. Еще раз говорю, не забываем ее возраст, ее состояние, ее характер и все остальное. Она подумала о том, чтобы об этом думал Гейл, но тут как-то вот она чувствует, не получается. Когда она думает о Гейле, вот Пит вылезает. Когда о Пите Гейль вылезает. И, по-моему, впервые она говорит о том, что вот эти два понятия у нее расходят. Идут в разные стороны. Если Питя так, то Гейл так. А это разные люди. И сейчас, в данном случае, она думала о Пите. То есть один образ вытесняет другой. Ладно, говорит она, думает о том, что давай все-таки вот это непонятное оставим. Посмотрю, что у меня сейчас есть. Что хорошего? Хорошее то, что она, наконец, обрела оружие. То желанное оружие, которое в единственном экземпляре лежало на урога изобилия на арене. Она отвоевала, она заслужила его. Но сейчас ей осталось только вот очистить стрелы от крови. Хотя вот этой слизи нет на них. Вот этой зеленой. Наверное, ей привиделось. Пристреливается она. Понимает, что вполне сможет этим луком стрелять. И здесь идет интересный один такой параграф, который я сейчас зачитаю и укажу на, ну, некоторую такую, я бы не сказал неточность в переводе, но может быть, может быть это неточность. Нюанс такой маленький. Оружие открывает для меня совершенно новые перспективы в играх. Соперники сильны, только и я теперь не жертва, способная лишь бежать, скрываться и рискую погибнуть сама, сбрасывать осиные гнезда. Выскочу сейчас из-за деревьев катон, я и не подумаю удирать. Я выстрелю. Уверена, мне это доставит удовольствие. Убийство катона, момент выстрела или что-то другое. В английском у нас есть такое предложение. Я чувствую, что я в действительности с удовольствием ожидаю этого момента, предвкушаю то, как он выскочит. Нет конкретного указания на то, что убийство доставит ей удовольствие. Когда Гейл ей давал указания, для него убить человека и убить животного не было. Не отличались эти два действия друг от друга примерно так. То же самое. А она тогда думала не так. Она говорила, ну как же. Он говорит, да вот так же. А сейчас она ожидает этого момента уже с удовольствием. Она как-то становится готовой к этому. Но для начала ей нужно восстановить силы. Она осматривает себя к удивлению, ну к такому неприятному удивлению обнаруживает, что она сильно похудела. Стала намного... Никогда иногда не была такой тощей, кроме тех жутких месяцев после отцовой смерти. Да еще и на ней нет живого места. Тут синяки, тут порезы, тут ушибы, тут укус. Три укуса. Ожоги она обрабатывает мазью, но на укусы она не действует. И она сожалеет о том, что вот была бы, говорит, мама, она бы, у нее есть какие-то листья там дома. Она вот в таких случаях прикладывает. Здесь она не знает, где их искать, как найти. Вода. Главная вода. У нее есть вода. Сейчас она сможет охотиться уже с помощью лука. И она решила пойти вдоль ручья. И пойти в обратную сторону от того места, откуда она пришла. Чтобы еще подальше отойти от возможной дислокации. От точки, где дислоцированы трибуты. И она пошла в обратном направлении. Она сейчас идет просто в обратном направлении. Не по ручью. Она снимает кролика. Не так метко, как до этого было. Но в принципе тоже неплохо. Рука привыкнет. Ей главное сейчас восстановить силы. Ей нужно пить. Ей нужно есть. И она захотела опуститься в воду и искупаться. Так облегчиться. Она раздевается до белья. Садится в воду. И сначала она себя обмывает. А потом просто лежит в воде. И вода смывает с нее грязь. Кожу. Отмершую ранки. Отслоившуюся в местах ожогов кожу. Копоть. Прополаскивает одежду. Сушит ее. Питается чем-то там у себя. Вот там галету с ломтиком говядины. Потом она обрабатывает ожоги. Заново заплетает косу. И отправляется. Вот сейчас она отправляется вдоль ручья. Подстреливает какую-то необычную птицу. Раньше она ее не видела. Похоже на цыпленка такого. Ну подстрелила. Посмотрит. Посмотрит. Вроде бы ничего. Разделывает тушку. Разводит огонь. Который в сумерках дым не так заметен. А к ночи я огонь задушил. Небольшой такой костерок. Она не боится. Сейчас у нее во-первых есть оружие. Во-вторых она понимает. Что если ее. Три укуса так на нее подействовали. То на тех. Но она надеется что подействовало больше. И она чувствует себя увереннее. И вот она сидит. Готовит эту курицу. Сзади раздается какой-то хруст. Хватает она лук. Поворачивается. Никого ничего. Но она замечает детский ботинок. Который выглядывает из-за ствола дерева. Ей понятно кто там. Она окликает. Руту. И говорит что знаешь. Заключать союзы могут быть не только профи. Для Руты это удивительно. Потому что. Ну как. Вдруг вот так. Ей предлагают заключать союз. Она выглядывает. Говорит. Ты серьезно? Почему бы и нет? Ты спасла меня. Ты умная. Иначе просто не выжила бы до сих пор. И вдобавок я все равно не смогу от тебя отвязаться. Есть хочешь. Ну та смотрит. Что так кушает вот эту курицу. Глаза говорят. Ру. Что она хочет есть. Она голодная. Говорит. Давай. Давай. Иди ко мне. Присоединяйся. Я сегодня богатая. Рута пытается отплатить чем-то. Она говорит. Я могу вылечить вот эти волдыри от укусов. Правда? Говорит. А как? Говорит. Да вот. Листья у меня есть. Где ты их нашла? Говорит. Ну. Тут недалеко есть. Мы их всегда с собой в одиннадцатом носим. Она же из одиннадцатого дистрифта. Мы в одиннадцатом носим. Потому что там у нас ос достаточно. И когда они кусают. Мы себя лечим. Точно говорит. Ты же из одиннадцатого. Значит сельское хозяйство. Вот эти сады. Там ты научилась по деревьям лазить? Рут подтверждает, что да. И китнес ей, конечно же, предоставляет свои эти укусы. И говорит. Лечи. И она лечит. Она пережевывает листья. Накладывает вот эту кашицу на место укусов. На колено. Снимается боль. И китнес просит ее залечить также и щеку, и шею. Что она и делает. И китнес отплачивает Руту. А Рути. Она предлагает обработать ее ожог. Она какой-то ожог получила, наверное, во время пожара. У нее есть мать. Откуда у тебя мать? Ну вот мне прислали. Спонсор. У тебя есть спонсор? Говорит, да. А у тебя что, у тебя никто ничего не прислал? Говорит, ну, конечно же, нет. Ну, в принципе, ладно, понятно. Но вот в конце могут появиться. Сейчас, конечно, пока что еще нет. Ничего бывает. Китнес говорит. Пришлют, успеют. А правда ты в союзнике хочешь взять меня? В Рути это как-то льстит очень. И китнес говорит, она приводит в причины. Вот говорит, ты умная, ты боец, ты не сдаешься, главное, я тебе доверяю. И еще она напоминает прим. Мне кажется, что все-таки у китнес в первую очередь идет вот эта подсознательная, неосознанная ассоциация с прим. И через эту ассоциацию она добавляет и другие причины. Выставляя их как первыми, вот таким главным причинам. Ну и а так же, нет, не а так же. Тут дело в том, что она напоминает ей прим. Конечно же, они согласны, они пожимают друг к другу и принимаются за еду. Рута добавляет там какие-то коренья, какие-то приправы. Она говорит, что это за птица, что она называется. Их называют они грусятами. Груслинг на английском. И оказывается, она впервые ест целую ножку. Слыша это, китнес дает ей вторую, говорит, вот доедай. А можно? Ну да, у нас там еще целый кролик есть. Там, о, это пирт какой-то. И она ест, китнес удивляется. Она говорит, я думала в дистристе 11 еды больше, чем у нас. Вы ведь сами ее выращиваете. И вот это, на мой взгляд, второе важное событие, которое происходит с китнес. Она начинает общаться с кем-то вне своего дистрикта. Она уже успела пообщаться с капитолицами. Уже неделю она общается с капитолицами. Не неделю, но неделю, как она общалась с капитолицами. И примерно поняла, где они, где она. А сейчас она общается с кем-то из дистриктов, что у нее раньше не было никогда. Дистрикт 11, казалось, вроде бы соседи. Но никогда ни они туда не переходили, ни оттуда не было визитеров. Потому что эти дистрикты закрыты. И она много чего узнает. Конечно, мало чего, но каждая новая информация для нее как расширяет границы. Ну, вы же, говорит, урожай собираете. Вы что, ничего не можете сами? Конечно же, нет. Брать нельзя. А то, что, говорит, в тюрьму посадят. Ну, в тюрьму, может, не в тюрьму, но плетьми точно высекут. У нас меры очень строгие. И вы, говорит, вот, например, пользуйтесь углем. Вы берете столько угля, сколько вам надо? Китнис говорит, нет, сколько можем купить. Ну, вот. У нас мер очень строгий. И вот, когда она говорит о мере, Китнис вспоминает о своем мере. О мере из 12-го дистрикта. И вот там есть мер, и у тех есть мер. У них есть миротворцы, которые покупают у них еду, Выменивают у них там что-то на что-то. Спустя рукава смотрят на обесточенный забор. Они понимают, что кто-то из дистрикта ходит там на охоту в лес, приносит. А там палками могут забить за то, что там ты взял что-то из урожая. Интересное наблюдение. Подожди, говорит, а в школу-то вы ходите? Говорит, когда идет сбор урожая, то, конечно же, нет. Нас даже кормят лучше, когда сбор урожая идет, чтобы мы лучше работали. Странно, говорит она. Мы почти никогда не встречаемся ни с кем из других дистриктов. И этот наш разговор по телевизору вряд ли покажут. Хотя ничего, такого в нем нет. В Капитолии не хотят, чтобы мы что-то знали друг о друге. Разделяй и властвуй. Разделяй настолько, чтобы ты не мог общаться с соседом. Рута предлагает посмотреть запасы. У нее этих запасов совсем немного. Какие-то ягоды, на которые Китни смотрит с опаской. Она говорит, да нет, это ничего, это нормально. Мы эти ягоды едим. Она горсть берет. Кладет в рот. У нее какие-то маленький бурдюк для воды. Самодельная рогатка. Запасные носки. Теплые. Осколок камня, который она использует как нож. Рога говорит, запасов, конечно, мало. Скудный набор. Но мне нужно было как можно быстрее убежать от рога изобилия. И Китнис ей говорит, да, ты правильно сделала. Сейчас она говорит, да, ты правильно сделала. Хотя она не принимала вот этот совет Хеймича. То есть он ей дал этот совет. Бежать от рога изобилия как можно дальше. И Цинна подтвердила. И она была согласна. Но когда она увидела, что Пита покачал головой, сказал, нет, не надо. И она не побежала туда. А она потом всех собак на него нацепила. Что вот он сбил ее. Сам, наверное, побежал, небось, а ее сбил. И ведь я бы могла. А ей говорят взрослые, что, мол, не смогла бы. Не надо. Сейчас она в той позиции, когда она говорит Рути. И правильно сделала, что не побежала. Молодец. Она учится. Руто замечает солнечные очки. Говорит, ух ты, откуда это у тебя? Ну, говорит, ну, в рюкзаке оказалось, они какие-то бесполезные. От солнца совсем не защищают. Еще хуже даже видно. Руто говорит, так подожди, это же не для солнца. А не для темноты. У нас, говорит, нам дают, вот когда темнеет, мы вот в них можем там работать лучше. Нам выдают. Потом мы их сдаем. А вот один раз один мальчик, которого звали Мартин. Мартин? Не вернул. Он такой немножко придурковатый был и не посчитал это чем-то серьезным. Взял поиграть. И что? Говорит, его убили на месте. Для Китнис это какая-то страшная новость. Убили человека за эту штуковину? Да. Хотя все знали, что он безобидный. У Мартина было не в порядке с головой. Он вел себя как трехлетний. Просто поиграть хотел. Снова Китнис думает о том, что в двенадцатом жизни не такая уж и ужасная. У нас люди порой валятся с ног от голода. Но я и представить себе не могу, чтобы миротворцы убили слабоумного ребенка. У Сальной Сэ есть внучка с приветом. Постоянно бродит по рынку. Но все ее любят. Дают ей еду и всякие безделушки. Есть какой-то аспект жизни, который в одиннадцатом намного хуже, чем в двенадцатом. Пока что. Вот так. А что это за очки? В чем их свойства? Говорит, они в темноте работают. И в темноте видишь. И работаешь еще и ночью. Она попробовала, надела и увидела там. Апоссум ходит или что. Это они попробуют. Это они испытают потом, попозже, когда стемнеет. Но уже темнеет. И она интересуется. Китнис интересует. Говорит, ты где спишь вообще? Говорит, на деревьях. В одной куртке? Говорит, да. А не мерзнешь? Говорит, я вот на руки надеваю носки и так согреваюсь. Нет, говорит, сегодня будем вместе спать в моем спальном мешке. Рута, конечно, рада. Очень рада этому. И тут гремит... А, она спрашивает, сколько дней, кстати, прошло. Я так ведь не знаю, кто погиб, кто выжил. И она сказала, что ты в отключке была две ночи. А это означает, что если мы с ними расстались в прошлой главе 15 июля. То есть сейчас у нас 17 июля. То есть с 15 на 16 ночь. С 16 на 17. Сейчас у нас заканчивается 17 июля. И это понедельник. Ты две ночи была в забытии. За это время, то есть в эту ночь, вот сейчас играет гимн, и там никого нет сегодня из погибших. До этого, в первую ночь погибла девушка из четвертого, девушка из первого. Ну и вроде все. Слушай, она говорит, а не знаю, мне это показалось или так и было на самом деле, если ты следила за ними. Правда мне, правда или нет, что Пита, вот парень из нашего дистрикта, он помог мне. Она говорит, ну, вроде бы да, вроде бы как-то да. Они вернулись потом к озеру, но он от них убежал. Он от них, он скрылся. И вот она думает, что неужели я опять перед ним в долгу. Но пытается убедить себя, что это все-таки опять-таки его многоходовка, и она об этом говорит Ру. Да, это, наверное, часть плана. Снова убедить зрителей, что он у меня влюблен. Ру говорит, а что, разве не так? Я смотрю, мне вроде бы так и кажется. Да нет, что ты, это они с Хеймичем, с ментором нашим задумали. Гимн заканчивает играть, и меняется тема на очки. Давай так сменим тему. Не говорится это, говорится давай испытаем очки. Китнис надевает очки, видит все вплоть до отдельных листочков на деревьях. Вон там крадется скунс. Я могла бы убить его, не слезая с дерева, если бы захотела. Я могла бы убить кого угодно. Интересно, говорит. А есть у кого-нибудь еще вот такие? Она говорит, да, еще две штуки есть. Они все у профи. У профи много чего есть. Они сильные. Ну, говорит, мы тоже сильные. Ну, ты, да, ты умеешь стрелять, а я что? Китнис говорит, ты умеешь себя прокормить. Они разве могут? Они же не умеют себя прокармить. Ну, говорит, не могут, да, Рута говорит. Ну, зато они собрали всю еду, какая была, в кучу. Вот интересно, Рута говорит. Игры голодные, а профи сытые. Профи сытые, игры голодные. Китнис говорит, вот в этом-то и проблема. Хотя эту проблему можно решить. У нее уже работает голова в том направлении, в котором она строит какие-то планы. Она обрела оружие. Она обрела союзника. Она обрела надежду на то, что может это получиться. Ну, давайте еще немножко подождем. И посмотрим, что будет дальше. Мы прекрасно знаем, что будет дальше. Но все равно, давайте подождем еще один вечер. Спасибо. На связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok